Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы Шауа Тол в хорошей неделе. Наша новая книга называется «Книговая икра». Очень много законов, хотя в наше время не все законы можно выполнить. У нас есть 613 заповедей, мы это знаем. Но в наше время мы можем исполнить только 207 заповедей, но мы хорошо должны знать остальные заповеди, невзирая ни на что. И это наша прямая обязанность учить Тору. Даже если мы не понимаем, для чего это нужно, это нас не должно интересовать. Всевышний стал учить, учите и старайтесь выполнять. Начинается с того, что Маше... Маше хочет быть со всеми наравне. Он стоит, он свое повеление все выполнил. Вывел народ из страны египетской. Он был на горе, получил Тору. Он все передал, как Всевышний сказал. Он передал, как строить храм. Храм построили, все досконально выполнено. И теперь Маше считает себя уже среди народа наравне. Он понимал, что теперь уже не нужно ему выполнять дальше заповеди. Дальше есть люди более достойные. Вот, допустим, у брат Агарон. Или там есть праведник Ури. Ури это... Папа. Бицелеля. Мы о нем мало знаем, но вот так наша устная традиция передает. Очевидно, был очень выдающийся человек. И много других выдающихся людей он считал, сейчас Всевышний поручит им везти дальше. Служу в храме, выполнять эти обязанности. И поэтому он не осмелился даже и поприблизиться к храму. Но Всевышний ему повелел войти. И он нам говорит так. Если человек желает принести жертву всесожжения. Почему человек должен приносить жертву всесожжения? У нас есть заповедь. У нас есть 365 запретов. Это заповедь, которая говорит не делай. И есть у нас 248 повелений. Это заповеди, которые говорят нам делай. Вот, если человек нарушает заповеди, которые говорят делай, повеления, то в этом случае человек ошибся, нарушил такую заповедь, или не выполнил, он должен принести жертву всесожжения. Если нарушил запрет, то тогда он приносит жертву грехоочистительную. Ну и тогда, я буду потом это разбирать. Вот он в состоянии принести крупное животное, человек богатый, быка. Он приводит быка в храм. Тоже он должен был без единого недостатка, без пороков. Режет быка. То есть, не тора не говорит, что коины должны резать быка. Можешь резать сам, умеешь это резать. Обученный человек, пожалуйста, можешь резать быка. А вот кровь уже собирают коины, специальную окропинницу, и плечет ее на жертву. В данном случае окропляет жертвник со всех сторон. Жертвник, который во дворе, медный жертвник. После этого он разделывает жертву на части, внутренности вымывает, нечистоты убирает, шкуру убирает. И все это коины сжигают на жертвеннике. Что остается коину в награду? Шкура животного. Коин, который приносит жертву, ему достается в награду шкура. Вот так вот. Больше ничего. Никто ничего из этой жертвы есть не будет. Что касается, если это жертвоприношение баран. То же самое, человек даже принес, зарезал. Коины собрали кровь, окропили жертвник со всех сторон. Потом, после этого, сожгли тушу, голову, голень и все сожгли. На четыре части все разделено, сожгли. Тоже шкура достается коину, который ее резал. Но у человека не всегда есть деньги. Принеси такое животное, не все люди богатые. Он может принести голубей. Или двух молодых домашних голубей. Или двух диких голубей. И то, и то разрешено. Чемпионцы голубя. И Коин отсекает ему специальный ноготь. У него на большом пальце есть ноготь, который отращивается. И он отсекает ему голову. Полностью отсек. Кров выцелил на стенку жертвенника. Крылья надорвал, но не отделил полностью от ушки. И целиком сжигает этого голубя на огне жертвенника. Да, это неприятно. Потому что запах горящих перьев неприятен. Но опозорить бедного человека хуже этого нет. Поэтому, чтобы человек не был опозорен, голубя целиком сжигает, чтобы видно было хоть что-то. И тогда ему жертва также засчитывается, как и богатому, который принес бока. А если у человека нет и этого, он может принести муки. Принес муку и принес ароматную смолу. Это смола из фруктовых деревьев. Коин берет тремя пальцами, зачерпывает муку со всего количества муки. Назовная запоминальная часть. И там идет еще эта смола этого дерева. И все это сжигает. Остальную муку коины обязаны есть. Вот так вот. Всевышний особо ценит жертву бедняков. Вот это заповеди, которые касаются жертвы всесожжения. Обычно, если мы приносим жертву сожжения, то с быком приносится и мука, смешанная с оливковым маслом. Это не обязательно первой чистоты, как для миноры. Может быть, не из самых лучших олив. Не из самой первой выжимки. Вообще смешали с маслом. Допустим, на быка идет 3 десятых эйфы муки. И смешивается с полгина оливкового масла. И сжигается. Это все сжигается. Это смесь. Там не на импоминальную часть, там сжигается все. Это жертву всесожжения. В общем, сколько это эйфа муки? Максимально, что я читал в молитвеннике, то это 39 литров. То есть, 3 десятых эйфы. Эйфы, это 3 омера муки. Это около 12 литров такая банка муки. А масло гин, это 6 литров. Если это полгина, то это будет 3 литра масла. Смешали, сожгли с быком. А если это баран, то сжигается тогда не 3 десятых эйфы, а 2 десятых эйфы. Ну и масло, соответственно, сжигается не полгина, а треть гина. Если это огненок, то сжигается муки 1 омер, то есть 1 десятая эйфы. И масло идет четверть гина, то есть 1,5 литра. И тогда получается смесь намного мягче, чем с бараном или с быком. Не знаю почему, но до конторы так пишут. Вот так вот. В общем, мы сейчас говорили о заповедях, которые говорят, делай. Завтра продолжим. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поение души Мойша бен Давид, Берт Абат Исраэль, памятью Яков бен Ахум, Улира бен Григорий, Павел бен Ефим, за здоровье Светлана бот Клара, Шолин Йона бен Цара, Светлана бот Клара, Инна бот Мира, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Перв бот Соня Сура, Инна бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Ефим бен Эстер, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Итафира бот Анна, Геннадий Минрена, Мойша бен Маня, Елена бот Инесса, Ольга бот Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Малка Руд бот Соня, Юлия бот Белла, Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бот Берта, Ася бот Года, Марк Бенина, Йосиф бен Фрума, Леор бен Клара, Рафаэль бен Клара, Ханна Цепора бот Сара, Ида бен Хая Авива, Ифим бен Соня, Майя бот Фаина, Клара бот Броня, Алексей бен Ольга, Гая бот Сарит, Маслон Парсадгла, Ирина бот Тури, Аронари бен Ури, Захароша Дух, Аронари бен Двойра, Гиз бен Нахум, Авигаль бот Сара, Ханна бот Абрагам, Рафаэль Рилей бен Лариса, Парасай Брюкла, Ер бен Рая, Марина бот Рая, И всем тем, кого нет в списке в этом тоже. Всем желаю критчайшего здоровья, и пусть скоро закончится эта страшная война. Еще раз шавлатов, и до следующих встреч, которые, надеюсь, состоятся завтра в 15 часов. Шалом!